Hello! С вами Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Сегодня мы начинаем изучать губную гармонику и знакомимся с таким понятием, как первая позиция. У меня в руках вы видите грузовую гармонику известной фирмы, которая имеет 10 дырочек, 10 язычков на выдох и 10 на вдох. Что такое первая позиция? Первая позиция, или так называемый прямой стиль, стрейхарп, используется при игре европейских классических и народных мелодий, также в музыке кантри. Строй губной гармоники. На выдох у нас получается тоническое трезвучие, в нашем случае до-мажор. На вдох номинантовое трезвучие. Да, первая позиция это игра в исходной тональности гармоники. Вспоминаем, что такое тональность. Тональность это высота, на которой расположен лад. Наша с вами отправная высота. Высота до, лад, мажор. Итак, смотрим. Выдох. До, ми, соль, до, ми, соль, до, ми, соль, до. Вдох. Ре, соль, сире, фаля, сире, фаля. Ре, соль, сире, фаля. Нам нужно сыграть гамму до мажор. Как мы это будем делать? Находим четвертое отверстие, четвертое выдох. Итак, начали. Четвертое выдох до. Четвертое вдох ре. Пятое выдох ми. Пятое вдох фа. Шестое выдох соль. Шестое вдох ля. Дальше внимание. Си. Седьмой вдох. И до, седьмой выдох. И обратно. Еще раз. Теперь вспоминаем, что такое лад. Что нам предлагает учебник по элементарной теории музыки? Определение следующее. Лад это система взаимоотношений устойчивых и неустойчивых ступеней. Как мы это можем понять применительно губной гармоники? Мы это можем перевести следующим образом. Лад это система чередований выдохов и вдохов. На выдох у нас идут все тонические звуки. Они же устойчивые это звуки аккорда. До ми соль, до ми соль, до ми соль, до. Что значит устойчивый звук? Устойчивый звук это своего рода центр тяжести. Любой неустойчивый звук тяготеет к устойчивому. Любой звук на вдохе тяготеет к любому звуку на выдохе. Пример. Я сейчас сыграю мелодию. Мы слышим некоторую незавершенность. Если же я играю так. Вот пожалуйста. Соль ми ми соль ми ми соль фа ми р и до. Начали мы наш пример на ноте соль. Закончили нотой до. Еще один момент. Что нам дает знание того, что лад это система устойчивых и неустойчивых звуков. Или как мы говорим система очередования выдохов и вдохов. Это нам дает шикарную возможность импровизировать. Не боясь сделать какую-то ошибку. Потому что ошибку вы сделать не можете принципиально. На губной гармонике выйти за пределы музыки невозможно. Поскольку у нас выдох и вдох являют собой натуральный мажор. Сейчас я вам покажу еще один фрагмент. Это была чистая импровизация. Теперь послушайте песню Джона Леннона О Йоко из альбома Imagine. Сравните с тем, что вы услышали. А дальше пробуйте сами изобразить нечто подобное. На сегодня все. Желаю вам успехов. Удачного джема. С вами был Сергей Ковалев. До новых встреч.